Приветствую вас. Я думаю, что свой ответ я разделю на две части основные. Первая часть будет отвечать непосредственно вашему вопросу, то есть непосредственно тому, что вы спрашиваете, непосредственно тому, что вы хотите, непосредственно тому, что вас интересует. Вторая часть будет отвечена моим мыслям по поводу вот этой истории, все истории в целом, которые вы описываете. Значит, чтобы повлиять на человека, чтобы на него повлиять, именно повлиять, вам нужно, на мой взгляд, показать ему, что он может вас потерять, реально может вас потерять. Потому что сейчас у него вот такое ощущение, да, что по факту вы никуда не денетесь. То есть вот он так думает, он так считает, ему так сказать, что вы вот вообще никуда не денетесь, что вы будете с ним, и что вы принадлежите ему. А вот он, соответственно, расслабствовать, что он вас завоевал, вот, а вы, видимо, себя вели ещё с ним в отношениях так, что вас как будто бы нужно завоевывать, да, то есть, ну, вот он, он, так, видел вас, что вот, ну, необходимо, прям, было завоевывать, что вот, прямо нужно, прямо нужно вам было завоевывать, он себя, он чувствовал, так. Вот, и, соответственно, вот он вас завоевал, завоевал, и всё, на этом, как бы, то есть, понял, что вы его, и больше стараться не нужен, не нужен. Вот, в этом, кстати говоря, такой небольшой, если можно так выразиться, минус подобной позиции, позиции, когда женщина или мужчина ведут себя так, как будто их нужно завоевывать. То есть, это вот то, что, ну, не лучшим образом складывается, сказывается на отношениях, к сожалению. Вот, поэтому данный аспект нужно учитывать. Вот, значит, донесите до него, покажите ему, что он может вас потерять, реально, что он вас реально может потерять. Это вот, пожалуй, чуть ли не единственное, что вы можете сделать, для того, чтобы он опять начал себя вести так, как вы хотите. Вот, потому что совершенно очевидно здесь, что у человека, ну, нет мотивации, что у человека отсутствует мотивация, что человек не хочет делать больше каких-то вещей. Вот, и можно, можно, сколько угодно его обвинять в этом, но мне думается, что толку от обвинений не будет никакого. Вот, для этого он будет, он будет проставать случай, мол, да-да-да, 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 вот, но не изменится, по сути, ничего. То есть, я понимаю, что вам это неприятно, я отдаю себе это на счёт, но, тем не менее, тем не менее. Вот, если вы не продемонстрируете ему, что он может реально вас потерять, то ничего, ничего не изменится. В данном случае, продемонстрировать это не обязательно, а, значит, уходите от него, просто донесите до него, что вы от него, ну, хотя бы не так зависимы, как вот это ему кажется и думается сейчас. То есть, ключевой момент в том, что вы продемонстрировали человеку то, что вы от него зависимы, сильно зависимы от него быть. Вот. Это первое. Значит, второе, это важно, чтобы он поджидывал себя мужчины. Третье, это четкое ограничение, четкое разграничение, точнее, своей ответственности и его ответственности. Это тоже очень важный момент, потому что, если вы, к примеру, не будете отграничивать свою его ответственность, да, если с ответственностью у вас будет, ну, так, такой бардак творится. Вот, ну, то я боюсь, что хорошего не будет ничего. В том смысле, что, ну, всегда будут какие-то, вот, ну, трения, какие-то будут, значит, там, переживания, какие-то будут претензии друг к другу, вот. Не всегда уместны, вот, на мой взгляд. И, соответственно, из-за этого будут конфликты, там, проблемы и так далее. Вот. Соответственно, вот, нужно отдавать отчёт себе. Вот. Соответственно, чтобы он чувствовал себя мужчиной, да, тут вопрос к вам, да, что это за человек, что ему нужно, чтобы он, ну, почувствовал себя мужчиной, да, то есть, ну, какие ему нужны для этого внешние элементы. Ну, вот, эм, то, как вы вели себя раньше, что он вот, вас вдвоём, вы, видимо, чувствовал себя хорошо. Ну, вот, эм, желательно это вспомнить и проанализировать одновременно то, что изменилось сейчас в вашем, именно, поведении. Далее, следующая часть, их будет касаться непосредственно вас, если вам по какой-то причине это не нужно, или вы считаете, что вы совсем правы и разбираться в себе не хотите, то можете смело выключать аудиозапись, потому что всё, что я скажу дальше, будет касаться исключительно вас. Вот. Ну, это чтобы вы, значит, понимали. Дальше, я скажу сразу, скажу сразу, что вы представляетесь мне, человеком, который не несёт ответственности за себя и за свою жизнь. Мне представляется, что вы, ну, по сути, используете манипуляции и истерики для того, чтобы получить то, что вам нужно. И это очень деструктивный путь, который приводит, как раз таки, к позиции жертвы. Сейчас я вам постараюсь прояснить, как обстоят дела. До того, как он начинал жить с парнем, пишите вы, он мне много обещал, чтобы делать абсолютно всё, чтобы я был счастлив. Возникает вопрос, а почему вы поверили мужчине в этом вопросе? То есть, ну, обещал человек. Ну, хорошо. Почему вы допустили, допускали, допускаете сейчас, что кто-то может быть ответственным за ваше счастье? Вот. Как такое может быть? Разве не вы сами отвечаете за свою реализацию, за свою жизнь? По какой причине вы переложили эту ответственность или хотите переложить эту ответственность на другого? Это с одной стороны. С другой стороны. Ну, ну, к примеру, к примеру, вы считаете, что всё так. Но в таком случае нужно, а подходящему мужчину, б подходящее поведение. Ни того, ни другого отлично, судя по всему. Ну, судя по тому, кто выпьет. Дальше. Я нахожусь для границы и ворот к стране такой. И закончил с моей работой, из которой я сюда и приехал. Я должна была возвращаться домой, но он меня остановил. Ну, да что значит остановил? Не остановил. Это вы бы, вы позволили ему себя остановить. Это либо. Либо вы бы хотели остановиться, хотели остаться. То есть, что-то, вот, ну, не нужно прикладывать ответ. В любом случае. Дальше. Значит, он меня остановил, нашёл новую работу и снял дом для двоих. Ну, видно, что человек хочет быть странным. Мы живём всего неделю вместе. До этого я его знал в реальной жизни 4 месяца. Плюс ещё общались по видеокамере онлайн месяца 3, пока находилась дома. Как это было связано с вашей работой? По какой причине вы, по сути, ну, если я так правильно понял, вы познакомились тоже в интернете и, как бы, общались вы в интернете? Да, то есть, что привело вас, ну, вот, в интернет знакомство, в интернет знакомство. И вот я перевезла свой чемодан, нахожусь здесь нелегально, но у меня сильно идти звук нему. Немножко сумбурно вы пишите, ну, ладно. Перевезла свой чемодан. Такое ощущение, да, что вы просто, вот, верили ему себя. Ну, если вы верили ему себя, то мужчина и идет так, как он считает нужным для вас. Если вы пишите, что вы верили ему себя. Так, у меня сильные чувства к нему. Какие чувства? Вы знаете, по вашему описанию, да, я не увидел чего-то, я не увидел чего-то, что дало бы мне возможность сказать, что вы его любите. Что вы что-то делаете для него. Я имею в виду отдыши, я имею в виду не то, что вы там стираете, готовите брать, а именно для него. Я не вижу этого. Может у вас есть чувства? Я не спорю. Но как, какие? Какие чувства? Какие конкретно чувства вы испытываете? Знаете? Ну, это важно. Дальше. Эм, так. До того, как я начинал с ним дети много дел, и обещался с ним я буду как в раю. Ну, опять же, у вас, видимо, была некая потребность человеку поверить. Что-то вы будете жить как в раю. Erica To Т.е. это вот, на мой взгляд, это, ну, такой. Достаточно.. Важный момент. Потому что это, ну, в некоторой степени, да, в некоторой степени, это, знаете, такая детская позиция, буду жить как в раю, я, понимаете? Во-первых, то, что это идеализация, да? То, что это идеализация, это одно. Вот. Идеализация жизни, это одно. То, что вы перекладываете ответственность на человека, это другое. Совсем. Совсем. Вот. Ну и то, что вы его, по сути, как личность, да, как человека, то есть с его недостатками, с его особенностями, ну, на мой взгляд, не воспринимаетесь. Совершенно. Ну, ну, судя по тому, что вы пишете, судя по тому, что вы пишете, потому что вы не хотите быть с ним, как бы, именно с ним вы хотите. Хочется вам больше быть с ним в раю. Вот. То есть это все-таки немножко, ну, немножко другая история, немножко другой контекст у этого, на мой взгляд. Вот. Надеюсь только, что вы относитесь к этому правильно и, ну, для себя сделаете, ну, верный выбор. Вот. Верный выбор для себя сделаете. Дальше. Так. По факту мы работаем каждый день, э-э-э, до с утра, до двадцати одного. А чего вы ожидали? Приходим домой и ложимся спать. Нет. Ну, э-э-э. Работать вообще, конечно, нужно, чтобы зарабатывать деньги, то есть здесь, опять же, вопрос вам, чего вы хотели? То есть, вы ожидали, что не будете работать сами или как? То есть, вот. Как-то этот момент, его нужно, надо бы прояснить, что вы, ну, чем вы недовольны здесь конкретно. Ну, он же нашел вам работу, то есть, ну, по идее вы, если человек вам нашел работу на машине, то вам, ну, как бы, пришлось бы работать. Вот. А, для чего вы работаете? Ну, то есть, вот вы конкретно, для чего работаете? Да. Насколько вы для вас, это, вот, допустим, э-э-э, любимое дело, которое вы понимаете, любимое для вас. Для вас. Вот. Это все очень, такие вот, важные моменты. Э-э-э, дальше. У меня нет теплых вещей, чтобы здесь зимовать. Он говорит, чтобы моя мама передала, мне должен сказать, что мы купим все необходимое. Так, басок всегда стоит 200, около 200 долларов. Ну, опять же, это всегда человек. Он говорит, как удобно ему, а вы хотите чего-то другого. И весь вопрос заключается в том, может ли человек обеспечить вас тем, что вы хотите. Почему именно от него вы хотите это получить? А, я понимаю, все, что я пишу, полностью будет, но это то, что происходит в час моей жизни. Единственное, понятно, что мы любим друг друга, но он не принесли, как мне обещал, как на него повлиять. Да нету любви, если вы хотите на него повлиять и хотите переделать. Это не любовь. Любовь, это безусловное принятие. Вообще, вообще любое условие отношения, это безусловное принятие. Он готовит, готовит, собирает для меня, но когда что-то нужно, он говорит, нет времени, не дает мне деньги сейчас, когда начинал давал, а сегодня не нужно, после чего перечитал. Мы работаем на одного директора, и говорят постоянно, это тебе нужно деньги, скажи, я попрошу у директора для тебя. Не свои даст, а мои заработанные. А какая разница? Вам важно именно, чтобы мужчина за вас платил или кажется? То есть, что? Правильно ли я выбор сделал? Если вы его любите, то если принимаете его таким, как он есть, то да, а если вы рассчитываете на жизнь герою, то, наверное, нет. Вот это отношения по расчету, отношения по расчету предполагаются несколько другого. Это отношения по расчету предполагают выгодные отношения, выгоды. Вот. Тут никакой выгоды нет. Он меня расстраивает, чем я держу периодически сухие голодания, не пью нервничею по 36 часов до 7. Вот вчера был такой день, мне было очень сложно, так он вечером принес пиво и начал пить, чем не бывало. Я говорю, как так? Ты не мог меня подгладать. А зачем? Это же ваше голодание. То есть, вот видите, как бы, да, границ соответственности нет. Личной границы нет. То есть, человек вот хочет, если пить пиво, то что вы голодаете. Почему он должен? Вот. Просто не пить пиво. Говорит, я хочу пить, чтобы забыть про это. Ну, очевидно здесь, что он не занимается любимым делом, да, иначе бы стресса у него бы не было. Это очевидно, на мой взгляд. Вот. То есть, как бы, ему тоже не помешало бы ему работа с психологом. Ну, вот. Так что, тут вот такая история, такой момент. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать, ответить. Если захотите подкорректировать свое поведение, да, стать более осознательным и более ответственным, чтобы работали за себя, и поработать над ресурсами для того, чтобы предпринять своего молодого человека, если вы действительно любите таким, как он есть, то обращайтесь в личку по работе, потому что вы не можете его принять только по той причине, что вы принимаете себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.